Войны между НАБУ и САП нет, как и незаконной прослушки в кабинете антикоррупционного прокурора. Об этом сегодня уверяли руководители этих структур Артём Сытник и Назар Холодницкий. Они выступили в Европарламенте на конференции, где обсуждались антикоррупционные реформы в Украине. Елена Абрамович расскажет все подробности. Послушать выступления украинской делегации в стенах Европарламента собрались не только евродепутаты, которые традиционно интересуются ситуацией в Украине. Пришел и еврокомиссар по вопросам расширения Йоган Эсхан. Он первым взял слово, похвалил за достижения и напомнил, что Брюссель ждет от Киева реформ и создание антикоррупционного суда. Надеюсь, есть понимание, что Европа очень серьезно относится к этому вопросу. Это один из ключевых аспектов развития Украины. И не забывайте о выборах в следующем году. Надеюсь, именно те политики, которые продемонстрируют заслуживающее доверие шаги, получат поддержку граждан страны. Евродепутаты напомнили о необходимости запустить автоматическую проверку электронных деклараций, а еще освободить от декларирования гражданских активистов. Нам пообещали, когда мы были в администрации президента в январе, что на общественной организации не будет распространяться закон о декларировании. Артем Сытник и Назар Холодницкий во время дискуссии воздержались от взаимных обвинений. О последнем скандале с прослушкой в кабинете Холодницкого, за организацией которой якобы стоит Сытник, евродепутаты не упоминали. А в комментариях журналистам оба чиновника назвали это провокациями. Глава САП также заверил, в отставку не пойдет. Я не знаю, кто это делает, какие цели переследуют, догадываются в принципе. И от себя я могу сказать, пока я на этой посаде, независимость, на которую постоянно спокушается влада, она будет защищена. Евродепутаты, как оказалось, были не в курсе происходящего. Впервые об этом слышу, но я очень разочарован. Такого рода внутренними разборками между институциями, которых должна объединять общая цель бороться с коррупцией. Тем временем в Брюсселе ищут новые способы, чтобы стимулировать Киев довести антикоррупционные реформы до конца. Одно из последних мнений, пока еще не обнародованных, убрать требования о снятии запрета на экспорт леса кругляка из условий макрофинансовой помощи. А вот запуск автоматической проверки электронных деклараций и создания антикоррупционного суда оставить. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское берет телеканала Интер.